Ложусь на гистероскопию, опять делать иммуногистохимию, посмотреть, вылечил я эндометрит или нет. Первый ротом на солидарность. Вот, нарядилась я в чулочки и в ночнувку для операции. Теперь будем ждать. Хорошие такие чулочки первого класса. Операционные чулки. Теперь лежу в жду операции. Сейчас еще девочки поступят. Душ не такой, не такой. Молодец, уже и я. Супер. Все просто супер. Товары первой необходимости принесем в палату за 5 минут. Катерина. Так, а тут у нас меню. Завтраки. С ветчиной. А, ну это на заказ. А я думала, это в больнице так кормят. Понятно. Тут можно обедать, завтракать и ужинать. Но мне это не грозит, наверное, в этом. В этот раз сказали, отпустили в этот же день, если все хорошо. Тут такие системы. Нарь не работает пока. Розетка и обрезок. Лежу после операции. Все прошло хорошо. Ура! Вот обед. Картошечка, рагу, с курино-котребкой, супчик и кисель. Можно покушать, сказали, уже через час после операции. Как всегда, кормили нас хорошо. Вот мадная кашка на завтрак. Гречка с говядиной, супчик. Капуста с рыбной котлеткой, кефирчик, булочки всякие. В общем, было диетическое питание, очень вкусное. Лежали мы втроем с девочками в такой просторной палате. На первом этаже у нас находилось отделение. И я вот часто смотрела в окошечко. То кошечка под кустом лежала, то собачки по вечерам прогуливались вместе со своими хозяевами. А я наблюдала и просто душа радовалась, вот смотря на собачек. Все такие разные, у всех свои характеры. И но ходят, гуляют вместе с мамками и папками. А на отделении у нас вот так вот выглядели. Коридор, палаты. И очень интересные и красивые картины, видимо. Кто-то им подарил. Определенного автора, который пишет женщин в разных ипостасях. Вот тут вот у нас находилось холодильник и меню на завтрак, обед, полдник и ужин. Такие вот интересные картины. Девушки, женщины в цветах. Дальше у нас операционная пошла. Ну, по коридорам практически никто не ходил, так как палаты просторные. Видимо, девушки лежали каждый у себя и даже выходить не надо, чтобы отдохнуть от соседей и погулять по коридорам. Поэтому я гуляла уже в последний день одна, ну так, чтобы поснимать и посмотреть вообще, что происходит на отделении и как это все выглядит. Ну, в это ладушки выписали меня через три дня, через два дня, и я иду домой. Ура! Ура! Итак, готовимся ко встрече с Челсиком. С собаками я не видела двое суток. Не ждет. Не ждет меня, крошечка моя. Да, мой, вот и жляткую. Мамка, мамка, Настя приехала. Настя приехала. Настя пришла. Мамка, мамка, Настя пришла. Настя, Настя, Настя. Ура, я так давно тебя ждала. Так ждала, так ждала моя крошечка. Да, все, успокаивайся, успокаивайся. Ой, ты моя зайка. Все, довольна. Материал дали в формалине. Повезла в институт Отто. Делать иммуногистохимию. Вот в институт Отто я несу свои анализы. Ой, какая туча нависает над Невой. Сейчас выйду там, такие корабли красивые стоят. На день ВМФ прибыли. Ладно, надеюсь, успею заснять до дождя. И успею сесть в автобус и поехать домой. Да, вот есть приемное отделение, поликлиника Менделеевская, 3. И вот он, главный вход. Как он называется-то полностью? Памятник архитектуры Бенуа. Как интересно. Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродукции. Класс. Ладно, мы на выход. Цветочки тут такие. На выход и на набережную. О, прямо напротив университета. Все-таки пошел дождик. Приходится открыть зонтик. Но ничего, корабли. Вот, они уже виднеются. А, прямо на фоне Исааки. Так красиво. О, какая красота. О, какая красотища. А там вообще обалденный какой корабль. Огромный. Вот это точно ледоход. Хотя, кто его знает. Ладно, сейчас пойдем посмотрим. А, да, вот номер 400. Головной, многоцелевой, патрульный корабль. Ледового класса Иван Папанин. Он пришвартовался в Петербурге. Корабль заложили в апрель 2017 года. Планировали передать российскому флоту после 2020 года. Но спустили на воду в октябре 2019. Текущий срок ввода в строй ВМФ России Ивана Папанина в конце 2024 года. То есть, совсем новенький корабль. Ну, как всегда, подводная водка пришвартовалась напротив Сенатской площади. И ждет своего участия в параде военно-морского флота. Ну, какой тут у нас фонтанчик появился. Или был. Может, я просто не видела. Раньше ворота, наверное, были закрыты. Какой красивый. Интересно, что там находится. Ну, давайте почитаем. Не, не могу прочитать через камеру. Обалденный фонтанчик. Будем знать. Ну, какие экскурсии у нас проходят по городу на старинных автомобилях. Так, идем по Дворцовому. И наблюдаем эти корабли. Стоят на рейде. Красавцы. И с той стороны тоже. Все украшены флажками. Ну, и Эрмитаж. Наш любимый. Адмиралтейство. И так, если собор. В общем, все достопримечательности в одном флаконе. А также впереди стоит номер 532. Это коровет Бойкий. С управляемым ракетным оружием военно-морского флота. Вот так вот, нежданно-негаданно, я попала в центр города и посмотрела приготовление к военно-морскому параду.